Итак, это самая новая версия Ubuntu, 24.04 LTS. И сегодня я покажу, как я сделал этот дистрибутив еще лучше. В прошлый раз я просто не советовал этот дистрибутив всем, потому что может возникать проблемы. Кстати, если вам не нужен полностью активационный Ancom OS или Legion OS Sperme со встроенным установщиком, взятый из Arch, вы можете попробовать просто Ubuntu, это будет без каких-либо нареканий. Перед тем, как вы найдете это видео более полезным, если обязательно посмотреть это видео до конца, помогите, пожалуйста, мне набрать хотя бы 200 лайков. Но давайте сначала начинаем этот гайд. Поехали. Первый это, конечно, обновить систему. Пишем через вот эту строку, и система будет обновлена до самой последней версии. Включаем дополнительные репозитории. Если кто не знал, Universe это репозиторий, который содержит свободное ПО с открытым исходным кодом. А Multiverse, еще один репозиторий, добавляет поддержку для программного обеспечения, защищенного патентами или считающегося несвободным. Убедитесь, что вы поставили все четыре галочки. Также поставите другую галочку в разделе Другое ПО. Если вы устанавливаете пакеты через АПТ, то может быть из-за низкой скорости загрузки. Поэтому на помощь приходит пакетный менеджер NALA. Это современный интерфейс для АПТ, который предоставляет оптимизированные контейнеры и разноцветные границы для вывода терминала. Делая прогресс управления пакетами более аккуратным и структурированным. После установки вам нужно искать самые быстрые зеркала. В моем случае на виртуальной машине я смог найти только европейские зеркала, а не российские, например, True Network или Яндекс. Ладно, нажимаем на любое зеркало и вуаля. Все работает быстрее, чем АПТ. У меня нет компьютера с видеокартой NVIDIA или AMD, но я могу смотреть любое видео. Просто прописываем эти строки и теперь эти драйвера видеокарты будут работать как положено. И напоследок вам нужно устанавливать только самые последние драйвера, либо рекомендованные. Если сессия Вейланд не будет работать на видеокарте от NVIDIA, то я попробую сменить на иксы. Выходим из системы и меняем сессию на Ubuntu on X.org. На моей виртуальной машине, кстати, из-за бета-версии, что-то не хочет запускать X.org, только Вейланд. Эп-порт выдает кучу ошибок. Чтобы его удалить, прописываем через вот эту строку. Дальше вам нужно устанавливать самые последние драйвера, чтобы система работала корректно. Давайте настраиваем гном. Сначала настройки. В разделе настройка экранов, если у вас Full HD монитор или выше, вам нужно включить дропное масштабирование. Либо масштаб, если возможно. И ночной свет, чтобы глаза не напрягали. В разделе звук вам нужно изменить самостоятельно. Во многозадачности обязательно включаем горячий угол, чтобы поудобнее стал. Можно в разделе внешний вид изменить обои или цветовые акценты. А еще включить темную тему. Мне это нормально. Отключаем режим панели. Потом сделаем положение на экране внизу. Теперь док-панель очень похожа на macOS. Можно еще кое-что кастомизировать через раздел рабочий стол Ubuntu, если хочется. Отключаем все ненужное из поиска. Сетевые учетные записи, если хотите. Обязательно меняем раскладку клавиатуры на русский. Добавляем сочетание клавиш при открытии терминала. В моем случае это Ctrl-T. В разделе специальные возможности. Включаем звук при нажатии клавиш. Это не обязательно. Включаем секунды в разделе дата и время. И включаем автоматический вход, чтобы система запускалась автоматически. Дальше менеджер расширений и Gnome Tweaks. Сначала дополнительные настройки Gnome. Можно изменить любой шрифт, либо масштабирование. Курсор, значки, устаревшие приложения. И я очень рекомендую включить, центрировать новые окна, чтобы окно не открывалось только слева. Менеджер расширений. Это очень полезная программа для кастомизации Gnome. Вот, например, я устанавливал очень много расширений. Если ты не знаешь английский, лучше переведите с телефона. Такие расширения, как Blur My Shell, Burn My Windows, Advanced Alt-Tab Windows Feature и многое другое. Я кастомизирую через Just Perfection. Я лучше рекомендую делать так. Если мне не нравится уведомление о готовности окон, включаем эту галочку. И вместо входа, вместо обзор, рабочий стол. Ну а так можно кастомизировать дальше через Just Perfection. Эти хорошие расширения можно увидеть на экране. К сожалению, в новой версии Gnome 46 Extension List не работает. Придется его удалить и ждать позже. По умолчанию в Ubuntu вы не сможете свернуть по клику, но его можно исправить. Готово. Этот способ работает. Некоторые Snap-пакеты, кроме Firefox и фирменного магазина приложения Ubuntu, могут запускать еще медленнее. Перед тем, как удалить пакеты Snap, я рекомендую TimeShift. Это отличное приложение для пакапов операционных систем. Вот списки 7 пакетов Snap. Удаляем многие из ненужного. Кстати, можно даже использовать Snap-to-Flatpak, если мне очень сложно использовать это. Я удалил все Snap-пакеты. Потом еще дальше делал. Еще дальше делал. И удалил Snap-D. Перед тем, как удалить Snap-версия Firefox, я рекомендую другие браузеры из D-пакетов. Устанавливаем Gnome Software и перезагружаем систему. Gnome Software успешно установлена. Осталось только установить Flatpak. А затем репозитории. Перезагружаем опять. Вам нужно устанавливать из необходимых пакетов NeoFetch, например. Или либо другие пакеты. В моем случае, эти пакеты больше не доступны в новой версии Ubuntu. Я убрал эти два недоступных, и все завелось. Из необходимых приложений также, например, менеджер пакетов Synaptic, GDB и много всего. У LibreOffice имеют проблемы, поэтому я могу установить OnlyOffice, который доступен только в репозиториях Flatpak. Мне не удалось воспроизвести видео или аудиофайлы, так как кодеки не идет из коробки. Придется устанавливать самому. Auto CPU Frequency – это автоматический оптимизатор скорости энергопотребления процессора, который снижает частоту при работе от батареи. Я буду оставлять на GitHub по ссылке в описании ролика. BrandMauer лучше защищает компьютер от вирусов. Если все еще не установлен, установите сами, посмотрев на вот этот текст. При запуске любых приложений может запускаться еще дольше, а работает после установки будет Preload. Это утилита, в котором ускоряет запуск приложений не только на жестком диске, но и в оперативной памяти. Вот некоторые программы для запуска Windows приложений. Это будет Vine, Vine Tricks, Play on Linux или Crossover. А для запуска Windows игр попробуйте Steam, Port Proton или Lutris. Вы можете увидеть все совместимые Windows игры на сайте ProtonDB. Этот способ для тех, у кого есть ноутбук. Поэтому попробуйте TLP. Это, наверное, полезная программа, которая может помочь улучшать автономность своего компьютера. Как я уже говорил ранее, TimeShift это программа, которая создает бэкапы операционной системы. Очищаем мусор через Stacer. Stacer это мощный бесплатный инструмент. В этой программе можно очищать все файлы, ускорить компьютер и многое другое. Я нашел в менеджере пакетов все обои из старых версий Ubuntu. Это будет не обязательно для всех пользователей. В моем случае у меня дефолтная версия с рабочим столом Gnome и обоями от версии 17.10. Эти обои такие красивые, не очень скучные. Вы можете проверять сами. Вот такой гайд у вас получился. По поводу полной настройки и кастомизации новой версии Ubuntu. Я люблю каждый раз делать так после установки. Ну вот, пожалуй, все. Пишите в комментариях, что думаете. Если видео понравилось, поставь лайк. Если вы пропустились, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Как всегда, следите за новыми видео. С вами был Андрей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok